This conference will now be recorded. 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 So the conference will now be recorded. It will now be recorded. Надо подготовленным приходить вот в эту зону аналитики, я бы так сказала. Ну и давайте приступим к нашему вебинару. Вебинар у нас называется «Три способа составления сложносоставных формул в Excel». И первое задание у нас, оно посвящено первому способу. Для того, чтобы написать сложную формулу, надо начинать от чего-то простого, отталкиваться от чего-то простого. Что есть в наших исходных данных? Представим, что в наших исходных данных есть некий массив, ну скажем так, пропускной системы, в которой машина автоматом выбирает месяц, когда человек прошел, день, когда человек прошел, берет текущий год, ну пусть 2021, указывает время и минуты, когда человек прошел через турникет. В результате Excel на основании этой входной информации генерит день, время, минуту, когда человек через турникет прошел. Вот эта генерация, она сделана здесь при помощи специальной сложной формулы, ну скажем так, относительно сложной формулы. В данном моем исполнении она трехэтажная получилась. Как посмотреть, от чего отталкивается эта формула при своем исполнении? Для того, чтобы посмотреть, как эта формула считается, где у нее начало, где конец, за какой хвостик дернуть, чтобы получить, что здесь считается. Для этого на вкладке формулы вы можете, только надо выделить ячейку, на вкладке формулы вы можете выбрать команду вычислить формулы, то есть тут надо находиться не внутри состояния формулы, да, не в режиме редактирования ячейки, я нажму Escape, а чтобы была выделена одна ячейка с формулы. И тогда, выбрав команду вычислить формулу, у нас открывается специальное окно, в которое результат нашей формулы будет вычисляться поэтапно. Я сейчас немножечко сделаю покрупнее. Что мы здесь, соответственно, видим? Мы видим подчеркнутый первый элемент, который у нас будет исполняться в первую очередь. Делается какой-то счет, считаются ячейки. Выберем команду вычислить, и они посчитаются, что счет 4 равен 4. Что за ячейки здесь считались? Здесь считались ячейки, которые у нас складывали значения вот этих месяца, день, час и минут. То есть если все эти 4 ячейки у нас заняты, то есть 4 равно 4, то мы делаем следующее исполнение, считаем следующую дату. Хорошо, первое действие мы посчитали, нажимаем вычислить, у нас истина. А как можно вычислить формулу в строке? Для того, чтобы вычислить формулу, надо встать в ячейку с формулой и на вкладке формулы выбрать команду вычислить формулу. Вот здесь она находится. На вкладке формулу выбрать команду вычислить формулу. Нашли? Открывается такое окно, в которое мы можем посчитать, что первое действие, которое мы сделали, это мы сделали проверку, что количество элементов, которые нам нужно сосчитать, реально 4. Далее подчеркнутый элемент у нас, посмотрите, А6, то есть он вычисляет ячейку А6, и эта ячейка сейчас у нас подчеркнута. Нажимаем вычислить, и А6 показывает результат январь в кавычках. Дальше у нас подчеркивается формула поиск позиций. Видите, достаточно длинное такое подчеркивание. В результате, как только я нажму команду вычислить, решится следующий шаг, а именно дастся результат по формуле поиск поз. Я нажимаю команду вычислить, и вижу, что формула поиск поз показывает мне номер месяца 1, то есть значение января занимает первое значение месяца, это месяц номер 1. Нажимая снова команду вычислить, я вижу, что происходит вычисление ячейки B6, которая у нас отвечает за номер дня, то есть получается 21 год, первый месяц, четвертый день. В результате следующее вычисление формулы, и посмотрите, она уже не такая огромная стала, мы постепенно вычисляем каждый элемент этой формулы, нажимаем команду вычислить, посчиталась у нас дата. Почему вместо 1 апреля, 1 января мы получили вот такое число, 44 200? Дело в том, что любая дата в Excel это счетчик, и когда мы видим вот такое значение, 42 000, 45 000, это всего, скорее всего, имеет дело к датам, то есть данная дата отстоит от начала расчета на 44 200 дней. За начало расчета в Excel всегда принимается одна и та же дата, 1 января 1900 года. Ну, продолжим дальше. Дальше подчеркнутый элемент данного окна C6. Если мы нажмем вычислить, то C6 у нас превратится в 3, то бишь часов у нас в нашем расчете, если я вот вправо посмотрю, это как раз вот эта троечка у меня посчиталась. Прекрасно. Следующий элемент D6. D6 у меня занимает вот эту 24, то есть если я нажму вычислить, то у меня D6 поменяется на 24. То есть мы видим формулу время, в аргументах которой 3 часа 24 минуты 0 секунд. Нажимаем команду вычислить и вместо 3 часов 24 минут у нас что получается? 0,14. Почему так происходит? Потому что время в Excel – это часть суток, то есть 0,14 суток. Соединяя часть суток с 44 тысячами, мы получим, соответственно, тоже какое-то число. Что выходит? Что в результате формулы «если» тут у нас находится истина, значит, за ответ по формуле «если» возьмется вот это страшное число. Страшное, но если мы его реально вычисляем, то в результате у нас получается 4 января. Почему это происходит? Потому что если я вот это число представлю на вкладке «главное» в общем формате, то посмотрите, сколько много знаков после запятой этого числа. Но если этот формат через правую кнопку мыши, формат ячейки, я покажу в формате даты, в самом конце есть формат даты со временем, ну вот, например, вот такое 14 марта со временем, чтобы оно показывалось, то вот это мое непонятное число, там 44 тысячи с лишним копеек, копеек у меня превращается уже в формат времени. То есть я не руками перевожу мой счетчик, а это делает Excel автомат. И наша задача, сейчас мы разобрали эту формулу, как она работает, наша задача научиться ее писать. Как правило, такие формулы вы сначала где-то смотрите, подглядываете, а потом приходит момент, и вы должны начинать эту формулу писать с самого нуля. С левой стороны, кстати, у нас изменяемые ячейки, они пишутся по формуле случ-между, это генератор, скажем так, целых чисел, минуты от нуля до 59, часы от нуля до 23, дни от единички до 31, ну и так далее. У нас, соответственно, есть выбранные месяца. Конечно, есть возможность, что в феврале получится 31 день, но в этом случае Excel сам пересчитывает эту ошибку. Давайте сейчас в рамках этого вебинара мы пренебрежем. Как мы будем писать эту формулу? Здесь мы скажем так, что у нас первый этап, который мы будем определять, мы должны определить, что наш искомый месяц, какой он находится вот в этом списке, на первом, на втором, на третьем, на четвертом или каком-то месте. В данном случае данная формула, которая позволяет нам это вычислить, это формула поиск-поз. Она позволяет в одномерном диапазоне, не столь важно, какой он, горизонтальный или вертикальный, найти положение той или иной ячейки по порядку. Первая позиция, вторая, третья и так далее. Второй вариант. Мы избавимся от использования этого диапазона, то есть чтобы у нас не было привязки к диапазону. Третий этап. Мы обернем данную функцию поиск-поз уже во внешнюю функцию дата. Получим нашу дату. Затем мы прибавим к этой дате, посмотрите, время. То есть уже в обратном порядке начинаем раскручивать эту формулу. Ну и последний, пятый этап. Мы попробуем проверить ошибки. То есть в случае, если здесь чего-то не будет, не будет дня, не будет часов, чтобы результат у нас не показывался. Презентации отмечены поэтапные шаги. На первом этапе мы получаем номер месяца. На втором этапе номер месяца остается таким же, потому что мы немножечко формулу меняем. Потом появляется дата, к ней добавляется время, и потом мы уже избавляемся от ошибок. Ну и давайте попробуем такую формулу прописать. От частного отходим. То есть сначала мы определим, на каком месте, среди списка форматов месяцев, вот у нас тут 12 месяцев с правой стороны заготовлены, заготовлены, находится нужный нам месяц. Я проверяю глазами. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Да, месяца все правильно. Формула, которая нам понадобится, и она определяет номер позиции указанного месяца, вернее, номер указанного искомого значения в диапазоне, называется формула поиск-поз. Обратите внимание, когда мы пишем формулу, мы можем выбрать нужную мне формулу из списка, например, стрелочкой вниз, и клавишей Tab выбираем ее из списка. Первый аргумент у нас здесь написан. Это искомое значение. Собственно говоря, что я буду искать? Я ищу месяц январь, поэтому обращаюсь именно к нему. Январь. Точка запятой. Какой-то вопрос кто-то в колонке включил? Или это случайно? Ячейку А6. Давайте я отключу микрофона, потому что у нас идет запись, чтобы ваш звук не мешал. Спасибо большое. Вы уже сами, получается, выключили. Дальше. А будьте добры, выключите, пожалуйста, микрофоны. Сейчас я попробую это сделать целенаправленно. Вот так. Далее. Слышно ли меня? Давайте напишем формулу поиск POS. Дальше мы будем искать месяц январь, который находится в той строке, где я нахожусь. Формула у меня будет продлеваться вниз, и ячейка А6 будет превращаться в А7, я буду брать февраль, в А8 я буду брать март. То есть я постепенно буду перебирать разные значения месяцев в первом столбце. Ставлю точку запятой, потому что разделители между аргументами в Excel всегда точка запятой. Дальше мы укажем, в каком диапазоне я должна найти это значение. Ну, укажем вот этот предварительно подготовленный диапазон с нашими месяцами. Так как я внизу эту формулу продлевать, планирую после того, как этот диапазон применит абсолютное значение, то закреплять я его сейчас не буду, и вы поймете почему. Нажмем цифру 0, который для формулы поиск POS обозначает, посмотрите, точное совпадение. То есть вот это значение, это точное совпадение. Не знаете, что писать третьим аргументом формуле поиск POS. Пишем 0, потому что он не требует от нас какого-то дополнительной, скажем так, сортировки диапазона. Нажмем Enter, и в результате у нас получится везде единичка. Почему получилось 1 января? Потому что формат этого числа пока 1 января. Давайте на вкладке «Главное» поменяем формат общий. Но мне важно, чтобы эта формула вниз продлевалась вот без этого диапазона, К5, К16. Посмотрите, чуть ниже у нас этот диапазон уехал, видите? Можно решить эту проблему при помощи, ну, например, чуть ниже, если вы встанете там вот в эту формулу. Видите, диапазон уже не берет все наши месяца. Поэтому мы можем на самом деле вот этот диапазон в первой ячейке, К5, К16, своего рода убрать из этой формулы, а сделать его абсолютными ссылками. Нажмем на клавишу F9, клавиша F9 вычисляет то, что выделено. И нажав на клавишу F9, мы получим вычисление этого диапазона, скажем так, непосредственно в ячейке. Я сейчас сделала отмену, еще раз вам покажу. Выделили ячейку К5, К16, нажали клавишу F9, и тогда эта формула у нас перестает иметь ссылку на вот этот сторонний диапазон. То есть мы, в принципе, можем убрать эти ячейки, они у нас уже в формуле вычисляться не будут. Но в результате этого действия мы получили список месяцов, список напорядковых номеров месяцов, которые отображены в первом столбце. Будет вторая строчка опять относиться к январю, у нас получится первый месяц. Перейдет вторая строчка в мае, получится пятый месяц. То есть такая автоматический расчет номер месяца в году. Дальше, когда мы посчитали вот эту сложную часть формулы, мы ее снаружи обернем во внешнюю функцию, которая называется дата. Давайте напишем формулу дата. Клавишей tab выберу ее из списка и смотрим, какой первый аргумент у этой формулы. У нас написано год, поэтому мы написали 20, 21, говоря про то, что это текущий год. Второй аргумент в подсказке мы видим, вот здесь вот видите написано подсказка, это месяц. Сколько, какой месяц мы должны выделить? В данном случае мы возьмем решение по всей этой формуле поиск POS, после чего поставим точку запятой. Ну и последний аргумент это день. Давайте день, когда сотрудник проходил нашу пропускную схему. Закроем скобку, нажмем Enter и формула, посмотрите, продлевается до конца. Почему моя формула продлевается до конца автоматом и я не продлеваю каждый раз эту формулу вниз? Потому что я делаю данный расчет в так называемой динамической таблице. Динамическая таблица обладает этим свойством, что автоматически продлевает формулу. Как работать с динамическими таблицами мы обязательно рассказываем на наших курсах. Если вам интересно, то на курсе Excel 2 вы с этим более подробно познакомитесь. Дальше нам необходимо к нашей дате добавить время. Помните, у нас была формула, которая прибавляла время. То есть вот к этой результату дата, а это число, просто сейчас на экране мы видим его как дату. Мы пишем плюс и добавляем формулу время. Она очень и очень похожа на формулу дата, но в качестве входной информации требует от нас также временные показатели. Часы, минуты и секунды. В качестве часов мы укажем информацию из нашего выгрузки, точка запятой. В качестве минут мы укажем опять-таки информацию входящую. Ну а секундами принабрежем, написав нолик. После этого действия, когда мы добавили время, формула у нас пересчитывается, но все равно что-то на экране мы нашего времени не замечаем. Потому что Excel автомат не может поменять формат. И нам необходимо, выделив диапазон, выбрать правой кнопкой мыши формат ячеек и перейти в формат времени, чтобы было время обязательно указано. 5.29. И таким образом, 4 января, 5 часов 29 минут, у нас получилась эта сформированная отметка, когда человек приходил там или уходил на работу. Первую часть задания мы с вами выполнили. При необходимости я брошу вам формулу в чат. При необходимости вы можете ее добавить в файлик, если кто вместе со мной работает. Дальше, во второй задаче, нам необходимо в статусе прописать, а что это за часть суток. То есть воспользоваться вот такой блок схемы. То есть если время дня, ну, начало, когда прошел человек, меньше, чем 0,05, то есть меньше 12 часов время, то мы пишем показатель утра. Иначе мы идем проверять другое условие. Если день-время меньше, чем 0,75, то мы пишем 18 часов. То есть вот сюда уходим, да, это будет день. А если в противном случае, то мы уже будем обозначать это время вечером. Так вот, такого рода формулы легко пишутся через двойное вложение функции если. Вот у нас внутреннее вложение если, вот оно внешнее вложение если. Про функцию если у нас очень много видео. Вы можете посмотреть среди прошедших вебинаров. Там очень много видео про функцию если. Но я предлагаю решить эту задачу, используя формулу ВПР с приблизительным поиском. Что сделает формула ВПР? Формула ВПР будет искать наше найденное время вот в этом диапазоне. И если оно не найдет, например, 11 часов, то ВПР с приблизительным поиском сделает следующее. При времени 11 часов он дойдет до 12. Поймет, что 11 дальше нет. А как он поймет? Приблизительный поиск в формуле ВПР предполагает, что после, соответственно, что сортировка, которая в файле сделана, она имеет обязательно направление от меньшего к большему. Значит, 11 где-то раньше находится. И Excel возьмет значение из предыдущей ячейки, что это утро. Если вы не знаете формулу ВПР, то вам, наверное, сейчас будет сложновато, поэтому просто посмотрите, как мы пропишем такое необычное применение формулы ВПР, которая заменит нам логическую функцию. Нам нужно, чтобы вычислить время, когда человек прийдет на работу. Помним, что это обычная формула время. Клавиша «Этап» ее выберем из списка. Дальше укажем часы, когда он пришел, точка запятой, минуты, когда он пришел. Ну и секунды напишем опять нулевыми. В результате у нас получилось время. Формат здесь у меня стоял в этих ячейках. Так вот, нам нужно, что если это время меньше 12, то мы брали значение утро. Если время там меньше 18, то мы брали день. Ну а все остальные врачи мы брали за вечер. Отлично с этим справляется формула ВПР, которой мы обернем функцию время. Формула ВПР в лукап в английском интерфейсе, она называется время, это time, соответственно. Формула ВПР имеет у себя 4 аргумента. Первый аргумент – это время, то есть наш аргумент, который мы будем искать. Второй аргумент – таблица, в которой мы ищем. Ну давайте сейчас попробуем ее закрепить, потому что в формуле ВПР очень важно, чтобы эта таблица никуда не переходила. И как бы на автомате у вас должно быть всегда, чтобы ВПР искал в закрепленном диапазоне. Третий аргумент функции, посмотрите, он здесь у нас называется номер столбца. Из какого столбца мы берем значение? Вот он первый столбец в этом диапазоне, вот он второй. Нам нужен второй столбец, точка запятой. Ну и последний аргумент – 99% задач при ВПР решается через ноль при точном поиске. Именно его запишем здесь. На самом деле четвертый аргумент – это самый загадочный аргумент формулы ВПР. Здесь всего лишь два возможных значения – ноль или единичку. Так вот, если вы не знаете, что писать, никогда не пропускайте этот аргумент, потому что при этом всегда срабатывает неправильный выбор. Всегда давайте будем указывать лучше ноль, а единичку выбирать только в тех случаях, когда нам это будет важно и необходимо. Сейчас, если я нажму ноль, то ни одного времени, который есть в моем диапазоне, сюда не подходит. Ну, потому что 12 или 18 часов в этом списке просто не получилось случайными числами. А вот если мы заменим точный поиск на единичку, то есть, как я вам говорю, пишите нолик, а нужно будет единичку, вы пройдете и подправите. А если мы скажем, что все-таки нам нужен вот тот самый приблизительное совпадение, то мы обязательно должны проверить, что наш первый столбец имеет сортировку от маленького к большому. От нуля к единице. Помните, что время – это часть суток, поэтому вот такую сортировочку мы обязательно должны показать. То в этом случае мы получим значения для того или иного этапа. В данном случае, если это утреннее время, у нас запишется второй столбец утра. Если это дневное время, получится второй столбец день. Почему при вычислении этой формулы у меня все строчки автоматом подкрасились цветом? Потому что в данном инструменте применяется условное форматирование, подкрашивающее все значения, все стройки этой таблицы определенными цветами. Условное форматирование мы изучаем также на втором курсе Excel. И посмотрите, какими цветами радуги заиграла наша таблица. Чтобы запустить пересчет вот этих формул, в случае между, которые автоматически генерят наши числа, мы можем просто вычислить любые значения на везде. Нажимая клавишу F9, в поле угодно много раз, у нас будет переходить входная информация, и мы будем получать различные значения. Первую задачку, которую мы отталкивались от частного, мы, в принципе, с вами решили. Ну и давайте, наверное, в статусе вот этот диапазон, который мы здесь обозначили, отвечающий за время статуса, мы попробуем тоже вычислить. Мы выделим этот аргумент, это H5, H8, нажмем клавишу F9, и он у нас, этот диапазон, небольшой, легко внутрь формулы ляжет. В этом диапазоне разделение между строками идет через точку запятой, между столбцами через двоеточие. Ну и, соответственно, мы видим вот такие фигурные скобки, говорящие про то, что это массив. В этом случае вот этого дополнительного столбца, который у нас есть, формула статус больше не требует. И его можно, соответственно, удалить. Я вот сейчас дилет нажала, ну либо можно и даже рамки все эти удалить, просто протянув в них формат. Получается, что необязательно наши формулы могут ссылаться какие-то другие диапазоны, мы можем их непосредственно считать на листе. Давайте с этим файликом сохранимся. Не буду я уже делать проверку, то есть проверку этой функции формулу счет начислять, а то мы не успеем еще два других варианта. Но с проверкой формула будет, конечно, еще, скажем так, больше выглядеть, хотя ничего сложного там не будет. Посмотрим на второй лист. Во втором листе у нас есть, ну, такого рода диаграммка, это диаграмма ГАТА. Такие диаграммы мы строим в рамках курса Excel 3. И, допустим, к этой диаграммке мы хотим получить, ну, вот такие подписи, что данное мероприятие называется вот таким-то именем, идет в период с 9 февраля по 16 февраля и занимает 7 дней. Для формирования вот этой строки была придумана формула, которую сейчас в строке формул вы видите. И давайте, если я, например, удалю последние несколько формул, то увидите, у нас подписи исчезают. То есть наша задача сейчас такую формулу сформировать, чтобы каждое наше мероприятие имело подписи на диаграмме. Как добавить эти подписи на диаграмме, вы тоже можете на курсе Excel 3 разузнать. Ну, а нам сейчас не нужно непосредственно создать вот такое описание, что оно у нас идет тогда-то и в такие-то периоды. Посмотрим изначально, из чего эта формула состоит. Повторим наше, то же самое действие, которое мы с вами вычисляли перед первым заданием. Формулы, вычислить формулу. Видите, команда формулы. Переходим вот сюда в значок вычислить формулу и вычисляем каждый этап. Первый этап у нас сейчас подчеркнут от 7. Если мы нажмем вычислить, он, соответственно, вычислится и будет написано принятие решения. Ну, прекрасно. Дальше, так, я сейчас попробую показать вам получше. Дальше у нас подчеркнутое какое значение. Вот это слово, формула принятия решения у нас обозначена во внешнюю функцию прописан. Нажимаем вычислить и принятие решения написано большими буквами. Дальше, следующее ищем подчеркнутое значение B7. Она у нас будет вычисляться в рамках формулы текст. У формулы текст два аргумента. Это ячейка, которую я хочу представить, скажем так, в виде дата. А потом формат этой ячейки. То есть я хочу представить мой формат в виде даты. Вычисляем. Она у меня превращается в дату. Такая же история делается со второй датой. Я слово вычислить нажимаю несколько раз. Смотрю, что у меня вычисляется ячейка C7. Вычислить. И, соответственно, потом все данные текстовые значения соединяются при помощи формулы сцепить. Собственно говоря, и наша функция получилась. Почему так сложно? Почему нельзя просто делать это через формулу сцепить? Давайте попробуем. Ударим те формулы, которые у нас стояли в листе, и пропишем формулу сцепить. Формула сцепить, она есть во всех версиях Excel, поэтому именно ее я буду с вами сейчас писать. Формула сцепить, клавиша tab, выберем ее из списка и скажем, что нам нужно сцепить принятие решений, точка запятой, начало этапа, точка запятой, завершение этапа и длительность. Данный способ называется переход от общего. Сейчас мы получим некую общую выкладку, что должно получиться в итоге. После нажатия клавиши enter мы получаем вот такое действие. Не совсем ожидаемо, потому что посмотрите, я ожидала здесь увидеть 9 февраля, здесь те самые 44 236 дней. И следующие 44 243 дня. А в последнем значении число 7, обозначающую длительность. Но как же кто поймет, когда мы сцепляем текст, что здесь текст информации про дату? Поэтому, конечно, эту общую формулу нам нужно изменить. Но давайте начнем с изменения даты, вот с этой ячейки B7. Как сделать, чтобы сцепляемая информация была представлена в виде даты? Нужно внутреннее содержимое формулы сцепить, а именно ячейку B7, обернуть во внешнюю функцию формулу текст. Чтобы ее вызвать, посмотрите, я сейчас написала текст. Дальше клавиши tab выбрала из формулы текстовую формулу, функцию. У меня открылась скобка, после которой я пишу первый аргумент формулы текст, ставлю точку запятой и в кавычках буду прописывать формат. Вот сейчас, чтобы вернуться к кавычкам, очень нежелательно действовать стрелками на клавиатуре, иначе вы будете обращаться к другим ячейкам. Я мышкой сюда вернулась. В каком формате я хочу видеть дату? Хочу видеть, чтобы это был день, потом месяц, но месяц написанный полно, например, месяц, в смысле январь, январь, февы и так далее. Дальше мне нужно, в принципе, такого формата достаточно. Давайте нажмем окей и посмотрим, что получилось. Мне очень приятно, что 9 февраля написано 9 мэ-мэ, месяца же это большие буквы, маленькие буквы отвечают за минуту, да, 3 буквы М большие. Ну, заодно вы прочувствовали разницу. Написав маленькими буквами месяца, мы обратились к минутам, то есть вот эта одинаковая буква у месяцев и у минут требует от нас разного обозначения. Дни-то еще как-то понимаются, а месяцы обязательно должны быть прописаны большими прописными буквами. А если 3 буквы М – это краткое название месяца, если я вдруг захочу 4 буквы М, то это будет полное название месяца 9 февраля. Не очень хорошо, поэтому давайте оставим 3. Такую же операцию мы сделаем с ячейкой С7. Тоже пропишем формулу текст. Первый аргумент – это наша дата, точка запятой. А дальше в кавычках пропишем такой же формат. В данном случае DDMM скопирую и вставлю в место кавычек. Если мы нажмем Enter, то опять-таки нас не будет все устраивать, потому что 9 февраля у нас, вероятно, должно быть сцеплено через какой-то пробел, разделитель. В принципе, везде такие разделители должны быть. То есть К7 мы прибавляем в кавычках написанный пробел, ставим точку запятой. Потом будет наша дата. После даты опять пишем точку запятой и вставляем в кавычках написанный пробел. То есть мы говорим, что сцепляется отдельная ячейка А7, отдельный текст. Формула текста сцепляется с пробелом. Следующая формула текста опять-таки будет сцепляться с пробелом, после которого обязательно должна поставиться точка запятой разделителя, разделяя разряд. Нажимая Enter, наши данные уже, что называется, разнеслись по пробелу. То есть после каждой ячейки мы видим пробел. Ну и последнее. Давайте между нашими датами вместо пробела, наверное, напишем DEFIS. Отглядываясь каждый раз на то, что получается в строке, мы принимаем решение, устраивает нас это или нет. Хотелось бы видеть вот это принятие решения большими буквами. То есть чтобы ячейка А7 написана была большими буквами. Для того, чтобы написать значение большими буквами, мы воспользуемся формулой прописан, upper в английском интерфейсе. И, соответственно, обернем один аргумент этой формулы, который требуется написать большими буквами. В итоге мы получаем уже сцепленную строку, причем каждый раз смотрим, а устраивает нас результат или не устраивает. Если устраивает, идем дальше. Не устраивает, корректируем внутреннее содержимое. И сами того не замечая, переходим вот к таким сложным функциям. Дальше. В конце вот тут 7 дней у нас получилось. Вероятно, вот в этом пробеле нам нужно не просто пробел написать, а запятая пробел. И действительно, чтобы после даты у нас была запятая. А к 7 дням, точка запятой, мы добавим текст, который говорит, что это dn для обозначения дня. Что там 7 дней, 5 дней, 1 день и так далее. В итоге у нас получилось вот такое текстовое выражение, продлевая которое вниз, мы получим точно такие же значения для всех ячеек внизу, во всей таблице. Обратите внимание, не очень мне нравится, что вот, например, 8 мая здесь написано как 0,8. Что мы можем с этим сделать? На самом деле в формате, если буквы d мы напишем один раз, тогда при обращении к дате, которая состоит из одной цифры, мы уже вот этого нуля, соответственно, не увидим. Постепенно, построив общую формулу, мы можем дополнять ее внутреннее содержимое. С чего мы начали? Мы начали с обычной формулы «сцепить», которая сцепила у нас отдельные ячейки. Вот тут в презентации, если вы ее скачаете, есть конкретный этап. Сначала что мы сделали? Мы сцепили отдельные ячейки, потом сделали прописную первую букву, потом добавляли, соответственно, текстовые выражения, потом добавляли второе текстовое выражение для второй даты. Итак, постепенно, этап за этапом, наша формула из простого выражения превратилась вот в такое длинное. В первом случае мы начинали от одного элемента, переходили к общему, а в последнем, во втором случае, мы, прописав общее, постепенно его корректировали, приходя уже к нужному результату. Скопирую формулу в чат, кому интересно, можете ее выставить, ну а так решение, конечно же, у вас уже есть в файлике, который вы скачали. Еще одно задание, второе задание мы выполнили, переходим к третьему заданию, которое отталкивается от различных этапов. Что в этом задании мы с вами должны сделать? Очень много задач в Excel требует от нас получения названия листа. Причем нужно это сделать таким образом, чтобы, скажем так, скопировав эту формулу на другой лист, мы видели его название, на третий лист видели его название. Для решения этой функции нам потребуется, ну давайте начнем все заново, формула, которая называется ячейка. Давайте напишем знак равно, и формула называется ячейка. Аргументы у формулы ячейки два. Это тип сведений, в данном случае нам нужно имя файла, точка запятой, и ячейка, к которой мы будем обращаться. Я не хочу брать ячейку А1, а возьмем какую-нибудь ячейку в глубине листа. В задании я обращаюсь вообще к ячейке Z500, ну и конкретно адрес этой ячейки пропишем. То есть мы хотим найти, собственно говоря, как называется лист той ячейки, которая находится по адресу Z500. Обратите внимание, что в аргументах функции имя файла будет читаться только в русских версиях Excel. А вот если мы напишем это имя по-английски, файл, name, то это имя будет читаться и в русских, и в английских версиях, поэтому нужно, конечно, стремиться к тому, чтобы делать свои формулы более универсальные. Формула ячейка в английском интерфейсе называется Excel. Мы нашли на самом деле не имя листа, используя эту формулу, а нашли полный путь к файлу. В данном случае он лежит на диске D, в папочке, вот с таким названием. И имя файла, имя листа, имя файла заключено слева в квадратных скобках, а имя листа вправо с самыми последними элементами. Как нам забрать все, что находится после последней скобки? Нам нужно найти прежде всего, а на каком месте находится эта последняя скобка. Здесь нам пригодится формула поиск. Обратите внимание, что это не та формула поиск-пост, которую я в первом примере использовала. Формула поиск – это текстовая формула. Она нам нужна для определения номера, символа внутри текстовой строки. Что мы будем искать? Мы будем искать в кавычках написанную закрытую квадратную скобку. Тут нужно немножечко переключаться в русский-английский, потому что квадратная скобка пишется только в английском интерфейсе. В каком тексте я буду искать? Ну, я сошлюсь на ту мою предыдущую ячейку, где, собственно говоря, адрес к моему файлу написан. Ну, а последнее значение, последний аргумент этой формулы – это начальная позиция, что мне нужны данные с первой позиции. Нажмем Enter и получим, что конкретно в этом файле квадратная скобка находится на 87-й позиции. То есть вот здесь до закрытой скобки у меня 87 символов. Квадратная скобка находится на 87-м символе. Вот здесь мы тоже как раз 87 получили. Ищем номер символа. Дальше мы заменим вот в этом значении первые 87 знаков, но пустоту. Для того, чтобы сделать такую замену, используем формулу заменить, которая, посмотрите, в подсказке у нас написано, заменяя часть текста строки на другую строку. Формула заменить. Старый текст мы возьмем нашу ячейку с формулой, точка, запятой. Начальная позиция с первой все будем заменять. По конечную сколько знаков? Ну, вот эти 87, которые мы определили, точка, запятой. И на что мы будем заменять? Давайте заменим на пустые кавычки. Пустые кавычки – это своего рода ничего, которое взято в кавычки. Закроем скобку и нажмем Enter. В результате у нас получается та самая формула и так. Но пока у меня не получится эту формулу скопировать, например, вот на предыдущий лист, потому что тут у нас идет ссылка, видите, на вот эти две ячейки. Они же пустые, поэтому формула пока не работает. Соответственно, нам нужно вот в этой ячейке, в которой мы считали листы, давайте я ее сделаю желтой, заменить ссылки на ячейки B13 и B15 формулами, которые в них находятся. Ну, посмотрим. Ячейка B13 у нас обозначена синим цветом. Идем в ячейку B13 и копируем ту формулу, которая в ней находится. Ячейка FileName Z500. Ctrl-C. Но обратите внимание, мы копируем не вот таким образом, не Ctrl-C, так, чтобы вокруг у нас загорелся функтир, Escape нажму, а мы копируем именно текстовую строку, которая после знака равно. Ctrl-C скопировали. И вставим вот сюда вместо ячейки B13. Ctrl-V. В данном случае, посмотрите, ссылка на диапазон, где мы обращались к B13, у нас исчезла. Нажмем Enter, но название листа все так же у нас пропечатано. Отлично. Дальше, если мы посмотрим, то наша формула ссылается на ячейку B15. B15, соответственно, мы должны перейти в ячейку B15, скопировать формулу, которая здесь есть, Ctrl-C, и вставить ее, этапы, на место того адреса, который здесь обозначен B15. То есть мы внедряем содержимое той формулы, которая у нас находится в B15, вот в эту ячейку. Ctrl-V. И вместо B15 мы вставили вот эту формулу, которая в ячейке B15 находится. Вот, чтобы посчитать 87, мы что сделали? Поиск квадратной скопки, соответственно, осуществили данным образом. Нажмем Enter, и этапы все еще у нас вычисляются, что говорит о том, что мы на правильном пути. Однако, если мы встанем строку формулы, то мы видим, что вернулась ссылка на ячейку B13. А нам это не очень интересно, поэтому опять-таки вернемся к этой ячейке B13. Она здесь возникла, потому что была вот здесь как составная. Скопируем еще раз ячейка, файл name Z500, и вместо B13 в нашей формуле опять-таки вставим это внутреннее содержание. Нажмем Enter, и теперь в нашей большой формуле нету ссылок вот на эти этапы. То есть мы ввели составляющую внутрь нашей формулы. В итоге сейчас наша ссылка ссылается только на ячейку Z500. Но согласитесь, ячейка Z500 есть абсолютно в любом файле, поэтому мы без проблем, кстати, чтобы точно не было проблем, еще можно эту ячейку закрепить F4, чтобы постоянно к ней обращаться. Нажмем Enter, и теперь попробуем скопировать нашу формулу Ctrl-C на другие листы. Например, лист частного. Ctrl-V получили название листа частного. Скопируем на лист от общего. Получили название листа от общего. То есть на какой бы текст, на какой бы лист я не встала, я буду получать название того файла, к которому, того листа, куда обращаюсь. То есть такой универсальный способ получения названия листа. Ну, также можно получать название папки, которые обращаются, и тип каталога, и так далее. F9 можно использовать, как мы здесь можем использовать F9. То есть если мы сейчас что-нибудь здесь пересчитаем, например, хочу пересчитать вот эту ячейку, у меня будет F9 вот таким образом составлена, но тогда у меня не получится скопировать эту формулу, например, в другой файл. А в другом файле же нет такого, соответственно, обозначения. То есть она у нас будет уже конкретно привязана. В этом же интерпретации мы можем абсолютно в любой файл скачивать формулу и, соответственно, ее высчитывать. F9 всегда можно применять. Просто смысл F9 в том, что она пересчитывает часть, любую часть формулы. В данном случае, посмотрите, можно рассчитать ячейку Z500. Нажимаю F9, вижу, что там нолик. Но мне же нужно, чтобы эта ячейка, она была, что называется, переменной. Поэтому сейчас здесь этапами вычислять конкретно каждый этап, наверное, не получится. Нечего здесь выделять. Хотя, может быть, вы, Алексей, имеете в виду совсем другое, потому что возможности у F9 на самом деле большое-большое множество. Я сейчас про те возможности, которые озвучила в рамках вебинара. Ну и последнее, что мне вам хочется сказать, что и сейчас мы с вами рассмотрели три способа. Первый способ, когда мы начинали от частного, выходили месяц, потом оборачивали дальше, дальше, дальше. Либо искали общее, внедрялись внутрь, усложняя внутренние элементы. Либо третий способ, когда мы переводили отдельные этапы в единую формулу Excel. Все эти этапы вы можете скачать в презентации, я ее в личный кабинет обязательно положу. Но также очень важно при работе со сложными формулами не забывать про специальные инструменты. Кстати, вот сюда запросто можно вписать ту самую клавишу F9, которая тоже очень часто нам помогает. Клавиша F9 – это про вычисление части формулы, которые частенько нас выводят из тупиков. Что это за инструменты? Это динамические таблицы, которые продлевают формулы. Это именованные ячейки, когда мы можем к несложному имени обратиться, а к конкретному, скажем так, по придуманному пользователю. Также очень интересны инструменты мгновенное заполнение, Power Query, те же самые макросы, очень много-много задач решают. Ну, например, я вам покажу, как работает Power Query. Если у нас есть задача разделить вот этот текст по разделителям, которые к нему не относятся, получить, например, фамилию, имя, отчество, как это можно сделать при помощи Power Query. Я, например, добавлю к моим исходным данным новые списки, и в данном файле на самом деле есть определенный запрос, который, обновив который, мы получим фамилии для добавленных наших, соответственно, строк. Для этого мне нужно в результате запроса, вот с правой стороны как раз результат запроса, вызвать правую кнопку мыши «Обновить», и уже сделанный заранее запрос, естественно, как его делать, мы целый курс для этого изучаем. Записанный с правой стороны запрос, я только распространю форматы, формат по образцу, автоматом разделить соответствующие данные, которые я сделала. Обратите внимание, здесь мне не нужно было писать сложную форму, но мне нужно было знать инструмент Power Query, да, то есть для такого работы нужно обладать определенными компетенциями. Есть еще один очень интересный инструмент – мгновенное заполнение. Помните, как, ну сколько, минут 10-15 мы с вами писали формулу про принятие решения. Образец такой формулы у меня уже здесь записан, и я хочу, чтобы по этому образцу также были составлены все остальные строки. Какое здесь может мне помочь решение? Можно прописать вот ту самую сложную формулу, которую мы с вами здесь сделали. И здесь плюс, что если поменяется какая-либо дата, например, там не 16 февраля я закончу, а 19-го, то у меня, соответственно, поменяются все значения. Ну давайте только вот здесь формулу немножечко подправим, потому что нам важно, чтобы количество дней здесь у нас было уже побольше, да, вот таким образом. Если будет не 19-е, а, например, 23-е, то, пожалуйста, у нас увеличивается, все пересчитывается, и вот эта формула тоже автоматом пересчитывается. Инструмент мгновенного заполнения, который я буду здесь использовать, он такой изменяемостью, скажем так, не использует, но достаточно быстро применяется. Инструмент мгновенного заполнения появился только в Excel, начиная с 2013-й версии, и на вкладке «Данные» вы его можете найти вот под этой кнопкой с молнией, такая тут молния нарисована. Не очень красивая она у меня получилась. Посмотрите непосредственно вот сюда. Кнопка с молнией, либо, посмотрите, у нас есть еще быстрая клавиша для этой кнопки, Ctrl-E, латинская. Поэтому, встав под наш образец и нажав Ctrl-E, я могу получить точно такие же записи в таком же формате для значений, которые находятся ниже. Не нужно здесь писать особые формулы, единственное, что нужно особым образом прописать даты, чтобы Excel понял, что это все-таки дата, а не превращал ее в какие-то непонятные наборы символов. Если даты у меня здесь поменяются, то мгновенное заполнение само не поменяется, но информацию, соответственно, можно будет достаточно быстро поменять, например, заново, запустив инструмент мгновенного заполнения. На этом, наверное, все, что я хотела вам рассказать, я рассказала. Все более глубокое, интересное вы, конечно же, найдете у нас на курсах Excel. Тема сегодняшнего урока, она, наверное, больше про Excel 2 и поиск КОС про Excel 3. Диаграмма, анкета про 3 и Excel. Смотрите, какой уровень вам ближе, если вам нужны консультации, наши менеджеры обязательно вам помогут. Ну а сейчас я жду от вас вопросов. Если они есть, задавайте. Если не успеете задать свой вопрос, то попрошу, вопрос такой есть, допустим, то попрошу вас пройти по следующей ссылке, ну и, скажем так, заполнить вот такую небольшую анкету. Анкета называется «Три способа написания сложных составных формул». Если вы пройдете по этой ссылочке, то я вас попрошу на три вопроса анкеты ответить, а в конце написать свое имя и, скажем так, задать вопрос конкретный, который вам интересует. Тогда я вижу, в виде электронную почту, я смогу вам, соответственно, ответить со своей рабочей почты и буду рада с вами пообщаться. Сейчас у нас присутствует на вебинаре достаточно большое количество человек, поэтому заполняйте, но, как правило, со всеми мы справляемся. Спасибо всем большое. Если есть у кого-то вопросы, жду их либо голосом, либо в чат. Всем спасибо. И записи, конечно, будут в личном кабинете.